Дорогие друзья! Я приветствую вас во имя Иисуса Христа. Пусть Божий мир, Божья любовь и Божья сила придут сейчас, ворвутся в вашей жизни. И пусть они благословят вас. Пусть Божья сила сойдет на вас. Если мы верим в Иисуса Христа, мы имеем все. Но мы не посвятили свою жизнь Иисусу, мы не имеем Иисуса Христа, значит мы ничего не имеем. И однажды, рано или поздно, мы все к этому придем, мы все поймем, насколько Иисус, Он был важен в нашей жизни. И у нас, у каждого есть привилегия приближаться к Иисусу. Мы все были очень, кто ближе, кто был далеко от Иисуса. Как я только что рассказывал, что я был с детства с верующей семьи, но я не знал, я не знал самого важного вопроса, где я буду проводить вечность. И однажды мне приснился сон, что я умер и пошел в ад. Это было так, что меня хорнили, и я присутствовал на своих собственных похоронах. Это был сон. Это был такой реальный сон. Я видел себя, лежащего в гробу, и видел, наблюдал это все со стороны. И когда очень много людей собралось вокруг, это было как раз-таки после моего покаяния, Бог показывал мне сон. И когда меня начали опускать, мой гроб с моим телом начали опускать в могилу, я, когда опустился ниже уровня земли, все исчезло, была тьма. И были ужасные крики, были ужасные стоны, это было что-то ужасное. Никому не надо было мне говорить, что это был ад. Это был ад, и я это знал. Там были миллионы криков, миллионы душераздирающих криков. Там кричали и женщины, и мужчины, и дети. Это было ужасно. Это ужасно. Я пытаюсь сейчас таким, знаете, бедным языком передать те чувства, которые я пережил. Это невозможно передать. Это любой фильм ужасов, он не сравнится с тем переживанием, которое у меня было. И буквально через мгновение меня в этом сне подняли наверх. И я проснулся. Я как будто бы родился заново. В этот момент, уже несколько дней, как я принял Иисуса Христа, самый главный вопрос в моей жизни был решен. Я точно знал, что я проведу с ним вечность. Но тем не менее, Бог показал мне, что насколько без Него жизнь, она очень шаткая. Она не имеет смысла. Она не имеет будущего. Очень многие люди живут в беспечность, не осознавая, что у них есть большие проблемы в жизни. И знаете, это очень легко так жить, когда ты просто не знаешь, что у тебя есть проблемы. И ты живешь, 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 живешь. Ты плывешь на этом Титанике. И у тебя праздник. У тебя планы на будущее. Ты строишь будущее. Ты плывешь. Из одной страны в другую. От одной удачи в другую. И происходит катастрофа. То, чего ты не ожидал. Так вот, чтобы нам быть уверенными в завтрашнем дне, нам нужна вера в Иисуса. И как я еще раз хочу сказать, что в Иисуса недостаточно просто верить. Иисуса надо принять. На сторону Иисуса надо перейти. Потому что написано, что многие люди верили в Иисуса, но из-за страха от иудеев они прятались. Они не могли это открыто сказать, что я христианин, я верю в Иисуса. И сегодня я наблюдаю эту картину. Также среди многих кинозвезд, звезд Голливуда, некоторые из них действительно поверили в Бога. Но, к сожалению, они не могут сказать, что они верят в Иисуса. Они говорят, я верю в Бога. И Бог очень добрый, Бог хороший, Он хочет помочь вам. Да, но нет другого имени, как в Библии написано, под небом, через которое надлежало бы людям спастись. Есть одно имя Иисус. И если мы боимся этого имени, значит мы стесняемся самой личности. Значит мы стесняемся Иисуса Христа. Если мы говорим Бог, это означает, что я как бы понимаю, что я не хочу обидеть другие религии. А мне не надо никого обижать. Я верю в Иисуса Христа, который не стесняясь умирал за меня на кресте, за мои грехи. Для того, чтобы я пришел после этой жизни, я пришел на небеса. Как я могу постесняться этого имени? Как я могу сказать, что да, мы все верим в Бога, мы все немножко по-разному верим. Нет. Есть один только свет, на который машина может ехать. Кто мне подскажет, какой это свет? Зеленый. А желтый, а красный? Тоже же цвета, да? Но это неправильные цвета, на которые можно ехать. Иногда мы с совестью договариваемся. Ой, я проскочу на желтый. Но внутри понимаем, все-таки неправильно было. Потому что уже когда ты решил проскочить, уже загорелся красный. Ты нарушил. Итак, тема проповеди будет называться «Последователи Иисуса Христа». Друзья, когда мы уверовали в Иисуса, нам не стоит этого стыдиться. Нам не стоит этого стесняться. Потому что Иисус, Он выполнил очень серьезную миссию, когда Он пришел на эту землю. Мы празднуем Рождество. Для нас это праздник. А я вам хочу сказать, что тысячи, тысячи детей были убиты, и их кровь невинная была пролита, когда родился Иисус. Вы спросите, а о чем ты говоришь? Да, это написано в Библии. Потому что пришли мудрецы с Востока. Они увидели звезду. И по этой звезде они определили, что родился царь Иудейский. И когда они пришли в Иудею, они пришли к царю и сказали, где родился царь Иудейский? И вы знаете, какая-то большая беда была, какая-то была трагедия для Ирода услышать, что родился царь, он же царь, и у него спрашивают. Как любой президент борется за свое место. И сейчас, когда выборы в разных странах идут, как каждый пытается удержаться на своем месте. И если он видит какую-то оппозицию, он разбирается с этой оппозицией. И мы видим, что царь Ирод, он отдал приказ убить всех детей с нуля до двух лет. Всех детей убить. Чтобы убить Иисуса. Он не знал, кто этот царь, кто этот Иисус. Он знал. И приказ был жестокий. Потому что он не хотел, чтобы кто-то еще был царем. И он решил убить всех детей. Эти дети, которые были рождены, у них должно было быть будущее. У них должна была быть жизнь. Они ни за что умерли. Я верю, что они на небесах сейчас имеют великую-великую награду. Великую награду. Я вам скажу, что Иисус пришел очень с трудом на эту землю. И мы ему достались. Знаете, он заплатил за нас все. Чтобы Богу сотворить вселенную, ему ничего не потребовалось. Он просто говорил. Да будет свет, стал свет. Да будет земля, стала земля. Да будут звезды, луна, солнце. Стало так. Да будут животные. Стало так. Бог говорит, сотворим человека, подобного нам. Сотворим мужчину и женщину. Это у него не было проблем с этим. Это ничто не стоило ему. Он просто творец. И когда он горит, это появляется. Ему не нужен материал даже для того, чтобы что-то появилось. Но чтобы приобрести сердце человека, чтобы приобрести человека, который раньше принадлежал, ему пришлось дать самого себя. Пролить свою кровь. И я хочу сказать очень серьезно тем, кто смотрит. Если вы думаете, что вы будете на небесах благодаря вашим добрым делам, я хочу вам сказать сто процентов. Вы там не будете благодаря вашим добрым делам. Вы можете быть на небесах только через имя Иисуса Христа и Его кровь, которая смоет с вас все грехи. Я объясню почему. Потому что небеса, они святые. Бог, Он святой. Ничто нечистое туда войти не может. Если у нас есть хоть один грех, а у нас их миллиарды, статистика такая, то как мы попадем туда? Мы скажем, ну у нас же еще и добрые дела есть, не только плохие. Нет, это никто слушать не будет. Важно то, омыла ли тебя кровь Иисуса Христа? Являешься ли ты действительно детем Божьим, ребенком Божьим? Это все серьезно. Знаете, когда мы едем в другую страну, нам приходится иногда делать визу. Мы понимаем правила той страны. И если там требуется виза, мы делаем визу. Но если кто-то подумает, а я без визы поеду, я просто улыбаться буду на границе, таможенникам. Я просто буду хорошим и добрым. И знаете что? Они мне так же улыбнутся, возможно, и отправят меня назад, меня не пустят в ту страну. Если у меня просрочено, я знаю, у меня однажды было такое. У меня была просрочена виза. И все, у меня были большие проблемы. Поэтому вы не думайте, что когда вы умрете, вы пойдете легко на небеса. Вы пойдете легко только в том случае, если вы имели принадлежность к Иисусу Христу, если вы перешли на Его сторону, если вы действительно признавали Его Господом и Спасителем в своей жизни. Итак, тема последователей Иисуса Христа. Последователь Иисуса Христа является тем, кому лично открылся Иисус, или позвал следовать за Ним. Я скажу так, что Божья воля заключается в том, чтобы все люди спаслись. Такого нету, что одного Он зовет, а другого не зовет. Я вам скажу даже пример, когда Иисус Христос умирал на кресте. С двух сторон были распяты преступники. Представляете, Он был распят в обществе бандитов. Последние минуты, последние часы Его жизни были не в присутствии родных и близких, а в присутствии бандитов. А Он святой, никогда ничего не сделал плохого. Он как раз-таки и пришел, и при Себе Он говорил, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Он себя отождествлял с врачом, в котором нуждаются больные. Представьте, у вас что-то болит, только врач может помочь, вы знаете это. И когда к вам приходит врач и помогает вам, вы очень благодарны Ему за это. Иисус самый главный врач. Он излечил нас от самой ужасной болезни под названием грех. Потому что отмыться от греха никак невозможно. Это все равно, что измазаться в грязи, в мазуте, в жире в каком-то, в грязном. Прийти под холодной водой, мыть руки. Не получится. Тебе нужно сильное средство, которое смоет с тебя эту грязь. И это только может сделать кровь Иисуса. Никакие наши добрые дела. Добрые дела – это хорошо, и их правильно делать. Но я скажу так, только Иисус может дать нам будущее. Потому что Он пришел на эту землю, умер за наши грехи, воскрес для нашего оправдания. И теперь Он стучится в нашу жизнь. И каждый, кто откроет свое сердце, Он туда войдет. И Он хочет прийти сегодня к каждому. Очень много есть верующих людей, которые последовали за Иисусом, но впоследствии оставили Его. Потому что есть суета, есть много разных дел, есть много разных хобби и так далее. И многие остывают. Есть много, знаете, неотвеченных вопросов в жизни. И со временем многие верующие делают эту ошибку, они перестают следовать за Иисусом. И есть такой, знаете, рецепт. Самая надежная страховка христианина. Это самая надежная страховка для нас. Это стать зависимыми от Иисуса полностью. И осознавать это. То есть настолько просить Бога, чтобы нам осознавать, что мы зависим от Него. Когда человек может делать грех, когда он может жить своей жизнью, собственной, без Бога. Когда он не зависит от Бога. И я вам скажу, даже наши молитвы очень часто, если их раскодировать, а их можно раскодировать, то они звучат так. Господь, дай больше денег, чтобы больше не надо было к Тебе молиться и обращаться, чтобы все мои проблемы были решены. Господь, дай мне здоровье и благослови мою семью, чтобы мне больше не надо было сталкиваться с проблемами. И вы знаете, они звучат завуалированно. Мы говорим, Господь, благослови меня хорошей работы, Господь, благослови меня хорошие зарплаты, хорошие финансы или в семье. Знаете, но вопрос теперь такой, когда Господь тебя благословит, будешь ли ты дальше внуждаться в Нем? Будешь ли ты зависеть от Него с тем, что Он тебе даст? Или Он потеряет тебя? Сколько было случаев, молились в церкви, молились в нужда, работа, насущная работа, молились за работу, молились, молились. Хоба! Бог ответил, получил человек работу и исчез. Все, нету его, он теперь пошел на заработки. В семье были проблемы, молились, молились, решили, любовь пришла, все, вместе, нету их. Они решили свою проблему, зачем дальше Бог? И пошли своей дорогой. Но я хочу сказать, вот как Иисус однажды исцелил 10 прокаженных. Есть история в Библии, где говорится о том, что 10 прокаженных стояли далеко, и они знали, далеко от Иисуса, и кричали, Иисус, помилуй нас, Иисус, помилуй нас. А что такое проказа? Проказа это, когда ты умираешь заживо, и тебе ни доктор, ни перевязки, ни гелия, ни мази, ни таблетки, ни укол, ничего не помогут. Все, тебе ни терапии никакие не помогут, ни химия, ничто тебе не поможет. Ты просто осознаешь, что ты постепенно, день за днем, умираешь. Отваливается нос, отваливаются пальцы, то есть это естественно при этой болезни. И таким людям появляться в обществе людей нельзя было. Поэтому они стояли вдалеке, они слышали, что Иисус исцеляет. Они слышали, и они кричали, наставник, помилуй нас. И знаете что? Он услышал их. Он услышал. Он слышит молитвы людей. Вы не думайте, что он не слышит. Он слышит каждую молитву человека, любого человека. Это не важно. И он им говорит, что нужно сделать. Он говорит, идите к священникам и покажитесь священникам. По идее, по идее, этого делать нельзя было. Потому что нельзя было прокаженным появляться в обществе. А Иисус говорит наоборот. Идите в общество, идите к священникам и покажитесь им. И когда они шли, просто представьте, они еще не дошли до священников, но они были послушны Иисусу. Вот где успех. Это послушать Богу. Они очистились. Просто представьте, они просто послушались Иисуса. Иисусу не надо было молиться. Иисусу не надо было руки возлагать. Они просто шли и исполнить Слово Божие. Иисус сказал, так, сейчас идите к священнику, и покажитесь. Все. Он ничего не говорил. И то, что они послушали, они пошли, и по дороге они увидели, что они полностью чистые. Вот просто представьте, вы умираете заживо. У вас кожа отваливается, плоть отваливается, руки отваливаются. Все. Вы умираете заживо. И в одно мгновение, одна секунда, вы полностью здоровы. У вас кожа, как у молодого ребенка. Представьте, у вас полностью здоровое тело. У вас все теперь нормально в жизни. Вы теперь можете в общество приходить. Все. Вас никто камнем больше не кинет, потому что их закидывали камнями, когда они приходили. Просто представьте, решается самая насущная проблема человека. Это болезнь, которая мучила их. И написано, что один, их было десять, один из них, видя, что очистился, просто представьте, он посмотрел на свои руки, он посмотрел на них, на своих друзей. Написано, он возвратился к Иисусу и громким голосом благодарил его, хвалил его. Вот посмотрите на вот этот момент, когда он возвратился к Иисусу. Иисус это смотрит на него, как тот благодарит его за исцеление. Ты ни за какие деньги исцеление не купишь. Он смотрит на него и задает ему вопрос. Где остальные девять? Где они? У них теперь решилось все в жизни. и они ушли жить дальше своей жизнью. Без Иисуса Христа. Иногда мы так с вами люди устроены, что нам нужно от Бога только что-то получить и больше он нам как бы по идее не нужен. Ну зачем нам еще Бог? Он же теперь простил мои грехи, он исцелил меня, он мне помог, он дал мне, ответил на мои вопросы. Но вы знаете, что? Господь, он хочет, чтобы мы возвращались к нему, потому что у него всегда есть, что нам дать. Он хочет любить нас, он хочет, чтобы мы полюбили его, не просто приходили получить что-то. Он очень рад давать нам всегда то, что мы просим у него, но он хочет, чтобы мы с ним встретились, потому что он нас любит. и он хочет нам дать будущее. И вы знаете, что? Вот этот вопрос звучал, а где остальные девять? Где они? Им Иисус больше не нужен был. Проказа исчезла, все, пошли своей жизнью жить. Очень жаль, потому что Иисус, он всегда давал наставления людям, которых исцелял. Вот он и спас женщину от греха. И он говорит, иди и впредь не греши. Он ей сказал вот это такое же слово, которое, когда творилась земля, так же говорилось, да будет свет. Здесь такое же творящее слово звучит. Иди, он ей проложил дорогу, иди и впредь не греши. Он благословил ее, он благословил ее. А те люди получили физическое исцеление, а Бог хотел дать и духовно, и душевно, Он хотел дать мир, радость, но они этого не захотели. Только один пришел, из десяти пришел, только один. Девять остальные пошли по своим делам. Не каждый верующий является последователем Иисуса Христа. Сегодня очень много верующих в Бога, даже в Иисусе. Они верят и все признают, но за ним не следуют. Друзья, многие верят в Иисуса по разным причинам. Я скажу так, очень выгодно нам, в нашем положении, нам, людям, верить в Иисуса. Во-первых, Он нам дает спасение, это раз, мне не надо идти в ад, и я не хочу в ад идти. Библия говорит, возмездие за грех смерть. Если ты сделал грех, тебе нужно будет умереть. И самая ужасная смерть, это когда ты попадешь в ад, это самое ужасное. Но, если я верю в Иисуса Христа, я никогда не попаду в ад. Никогда. Он меня спасает от ада. Дает мне жизнь вечную. Не потому, что я хорошие дела сделал, а просто потому, что я обратился к Нему. Я поверил и обратился к Нему. Итак, Бог меня спасает, Бог меня исцеляет. Он меня освобождает. Мне выгодно быть с Ним. У многих верующих в силу их незрелости они сами находятся в своем фокусе. Я скажу так, возможно, это для начала это может быть нормально. Скажем, окей. Все сконцентрировано на них самих, их желаниях и нуждах. Но, со временем, некоторые фокус смещают себя на Иисуса. Знаете, как маленькие дети, все сконцентрировано насчет них. А они ни о ком не думают. Дети не думают о маме, о ее нуждах, знаете, о ее трудностях. Они думают о себе. И если мама устала и уже больше нету сил, они все равно требуют у нее, а хочу. И так вот многие из нас, будучи духовными младенцами, мы требуем у Бога все только вот нам. Бог ты обещал, Бог ты то, Бог ты все. Ты нам должен, ты нас родил, ты нам должен. Но когда мы взрослеем, когда мы следуем за Иисусом, то мы понимаем, что мы должны уходить в сторону наше желание, наши цели, наша жизнь, знаете, и должен туда остановиться Иисус Христос, что более сделает нас счастливыми. Последователи следуют за Иисусом только добровольно. И их никто не толкает. И потому что любят Его. Потому что любят Его. А любить ты можешь Бога только после того, как Он открылся тебе. Ты принял Его любовь, ты пережил Его любовь. Ты понял, насколько Он тебя любит, такого, какой ты есть. И тогда ты Ему возвращаешь эту любовь. Ты веришь, Бог, я люблю тебя. Я никогда не знал тебя. Я верил в тебя, но я не знал, кто ты. Как апостол Павел, он верил в Бога. Но когда он встретился с Иисусом, он задал вопрос, кто ты, Господи? Вот как можно верить в Бога, слепо. Думая, что ты веришь. А когда Бог с тобой встречается, ты говоришь, кто ты? Апостол Павел, встретившийся с Иисусом, он говорит, кто ты? А он говорит, я Господь. Я Иисус, которого ты гонишь. Вот этого он не ожидал услышать. И он задает вопрос, сразу следующий, что повелишь мне делать? И всю свою жизнь посвятил Иисусу. И сделал больше всех для Царства Божьего из людей. Давайте сейчас будем молиться. Молиться будем за себя. Друзья, нам нужно, мы сами представляем опасность для себя. Никакой дьявол, никакой грех, никто, ничто нас от Бога увести не может. Убить нас никто не может. без разрешения Бога, если это не будет Божья воля, никто нам не сделает никакого зла. Единственное, кто может это сделать зло, тебе, это ты сам. Поэтому нам нужно переживать самих за себя, чтобы наше сердце не обмануло нас, чтобы наши мотивы были к Богу чистыми, чтобы Бог видел, что Он любит нас. А я хочу сказать очень серьезно, для тех, кто любит Бога, послушайте, написано в Библии, не видел того глаз, не слышало того уха и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. Вот какие сюрпризы, вот какие подарки ждут тех, кто любят Бога чистой любовью, безусловной любовью. Будет, не будет, мне не важно, я следую за Иисусом, я выбрал свой курс, а мои подруги, а мне не важно мнение моих подругов, а мои друзья, не важно мнение моих друзей, они все временные, а мои родители что скажут, а мои сестры что скажут, а что моя бабушка скажет, это уже не важно. Я их уважаю мнение, но у меня есть свое мнение. Я следую за Иисусом. По что бы ты мне это не вылилось, какую бы мне мне пришлось заплатить цену, потому что ты не можешь заплатить цену выше, чем он заплатил за тебя. И он тебя любит. Теперь тебе осталось дойти, это получить откровение. И вы, как два влюбленных, соединитесь на всю вечность. Вы всю вечность будете проводить с Богом в лучшем месте. Не в каком-нибудь тумане, забвении. Это будет реальная жизнь в Царстве Божьем. В радости, в счастье. И в Библии написано, что Бог на небесах утрет у нас всякую слезу. Там не будет больше слез, там не будет больше горя, не будет больше болезнь, не будет больше несправедливости и зла, коррупции не будет. И Бог, Он таким образом, иногда через трудности, через ситуации, через вызовы, Он отделяет и смотрит, кто Его любит по-настоящему. А Бог себя не афиширует. Смотрите, у меня золото. Смотрите, у меня вот это есть. Ты должен сам дойти до этого. Бог тебе, Дух Святой может открыть это. Но Бог себя не афиширует, чтобы люди не влюбились из-за выгоды в Бога. Но когда ты влюбляешься в Бога, ты понимаешь, что Он для тебя сделал, кто Он является для тебя, то ты больше не будешь никогда обижаться на Бога. Ты будешь знать, что Он для тебя желает только лучшего. И твоя жизнь находится под стопроцентной охраной. К тебе никакое зло не может приблизиться. Поэтому, дорогие друзья, кто еще просто верит в Иисуса, я очень рад за вас, но я призываю вас сделать немножко другой уровень, перейти на другой уровень и пойти за Иисусом, слушать, что Его Слово говорит и жить в согласии с Его Словом. исполнять то, что Он говорит вам в Библии, потому что Он сам исполняет свои слова и Он хочет от нас, чтобы Он мог нам советовать и мы принимали эти советы, чтобы Он мог говорить в нашу жизнь, чтобы мы уважали Бога, чтобы наше отношение к Нему было с уважением, с почтением. не 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 Продолжение следует...